Здравствуйте! Вы слушаете «Вести Магнитогорск» на Маяке в студии Антон Грабарев. В Челябинской области за сутки выявлено 137 человек с положительным тестом на COVID-19, скончались 10 человек. В общей сложности в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели 54 605 человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску за сутки подтверждено 20 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки из стационаров выписан один человек. В попытке сбыта наркотиков подозревают студентку Магнитогорского колледжа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщается на сайте регионального следственного комитета, студентку колледжа задержали в марте текущего года. По данным следствия, 17-летняя девушка приобрела наркотик массой более 4 граммов для дальнейшей продажи. При попытке сбыта возле одного из домов ее задержала полиция. За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении студентки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Будут установлены причины и обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, говорится в сообщении регионального следкома. В Челябинской области до 26 марта проходит первый этап общероссийской антинаркотической акции «Заобщи, где торгуют смертью». В этот период южноуральцы могут сообщить информацию о фактах продажи наркотиков и наркопритонах по телефону 102 или в дежурные части территориальных отделов полиции. Консультирование по вопросам лечения и медицинской реабилитации потребителей наркотиков проводится специалистами Челябинской областной клинической наркологической больницы по телефону «Горячие линии» 75 11 91, код 3517. Сотрудники полиции, студенты Магнитогорского технического университета имени Носова напомнили жителям города о противодействии мошенникам. Особый интерес у молодых людей вызывает знакомство с практической работой полицейских. Так был организован профилактический рейд по местам проживания студентов, которые приехали в Магнитогорск из других районов и городов для обучения. Вооружившись знаниями и памятками, студенты вместе с участковыми, уполномоченными отдела полиции Ленинский, УМВД России по городу Магнитогорску проинформировали своих однокурсников. Проведение совместных профилактических мероприятий позволяет познакомиться с деятельностью различных служб и подразделений, а также принять непосредственное участие в профилактической работе. В кинологической службе Челябинской области открыли детский сад. Пока здесь всего 10 щенят. Все породы немецкая овчарка. Она, как известно, лучше всего подходит для службы. Но пока занятия у собак не проводят. По человеческим меркам они сейчас в яслях. Обед и прогулки по расписанию 4 раза в день. И у них даже есть сончас. Аппетит при таком режиме действительно зверский. Пока будущим рексам всего пару месяцев. Но характер у некоторых уже виден, говорят кинологи. Они еще даже на сугроб забраться не могут, а вот за игрушки постоят. В вольеры щенят переведут в 3,5 месяца. И там уже начнется взрослая жизнь с учебой. Татьяна Лужникова, начальник отделения Центра кинологической службы ГУ МВД России по Челябинской области, говорит. Всего 10 тестов, которые мы проводим с маленькими щенками. Основные из них это реакция на звук. Бросаем громкие там железные кастрюли на пол. То есть должен быть прям очень громкий звук. Щенок лучший показатель, когда он бежит исследовать. То есть он реагирует на звук и тут же бежит исследовать. По итогам этих тестов кинологи решат, годится ли собака для службы. А те, кто останется без погон, отдадут в добрые руки. Открыт прием заявок на Международный фестиваль видеопоэзии. В конкурсе «Видеостихия» приглашают принять участие поклонников поэтического кино. Международный фестиваль видеопоэзии пройдет уже в четвертый раз. Приглашаются все, кто любит стихи и поэтическое кино. Поэты, художники, режиссеры и просто творческие личности. На конкурс принимаются экранизации поэтических текстов. Работа должна быть на русском языке. А участникам не менее 14 лет. Прием заявок проводится до 4 октября. А 28 октября состоится подведение итогов. Организаторами выступают Управление культуры Магнитогорска, Центр визуальной культуры ВЕК и Союз российских писателей. Подробную информацию можно найти на официальной странице фестиваля. В апреле вводится временное ограничение движения для большегрузов. В соответствии с приказом Миндор-Транса, движение большегрузов по региональным автомобильным дорогам Челябинской области будет ограничено с 12 апреля до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток. Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Миндор-Трансом. И о погоде. Сегодня ночью в Магнитогорске минус 12 градусов, в среду малооблачно. Днем столбики термометров покажут минус 3 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление высокое 736 миллиметров ртутного столба. С вами была программа «Вести Магнитогорск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова